На данном этапе Министерство юстиции проверяет документацию, предоставленную инициативными группами по созданию политических партий. На сегодняшний день зарегистрированных партий, имеющих право участвовать в выборах в республике 8. На текущий момент у нас 10 политических партий, из них только 8 имеют право участвовать в выборах на текущий момент. Восьмая и девятая – это две политические партии, которые у нас сейчас в процессе регистрации региональных отделений. Журналистов интересовал вопрос о предстоящей амнистии согласно постановлению парламента. На данном этапе вопрос проработан, отметил глава Минюста. Из 54 человек, которые содержатся в исправительном учреждении, предварительно постановление парламента об амнистии распространяется на пятерых. Из них в отношении двух, там на несколько месяцев сократится срок их пребывания в исправительном учреждении. А трое попадают под амнистию. Они у двоих срок их содержания истекало в январе месяца. В январе они должны были уже выйти на свободу. И соответственно по амнистии они выйдут скорее всего на свободу. А у пятого и третьего человека, который сейчас попадет под амнистию и выйдет на свободу, у него срок истекал буквально через год. Также Олег Гоглоев рассказал об участии в юридическом форуме в Санкт-Петербурге, где состоялись рабочие встречи с российскими коллегами. Обсуждался вопрос по признанию в Российской Федерации документов, выданных на территории Южной Осетии. «Разговор по признанию документов с российскими коллегами ведем уже не первый месяц. Работа началась еще в конце зимы. Очень часто требуется дополнительная легализация, чтобы эти вопросы упросить. И чтобы наши документы принимались без легализации, мы как раз об этом идем вечером». Лена Газаева, Рауль Кочева, информационный выпуск сегодня.